Не существует неправильных реакций. Существуют ваши реакции. Вы вот так отреагировали. Окей, ладно, и чё? Речь идет о другом. Речь идет о том, что на самом деле человека преображает только две вещи. Бесконечное горе или бесконечное чудо. И то, и то подарок судьбы, подарок Бога. Это и есть поведение. Просто одни это распознают как великое горе, но и то, и то катарсис. Это ожог. И здесь вопрос заключается не в том, как вам было больно, когда вы оказались обожженными. А здесь вопрос заключается в том, что вы сделали после того, как вы оказались обожженными. И здесь неправильных реакций не бывает. Бывают только ваши. Чем раньше вы поймете, где вы, тем быстрее вы начнете выкарабкиваться. Но правило потерявшихся людей в лесу заключается в следующем. Прекрати что-нибудь делать. Сядь. Потому что пока ты в состоянии аффекта что-то делаешь, в состоянии истерики куда-то бежишь, то ничего хорошего не будет. Сядь и осмотрись. Если вечер, готовься к ночи. Если у тебя есть еще 3-4 часа до захода солнца, продолжай двигаться. То есть определись куда и продолжай двигаться. Есть такая старая притча. Она называется «Птица и суховей». Птица свила гнездо в ветвях сухого дерева в пустыне. Она искала пару. Она жаждала гнезда. Она ее свила. Она жаждала птенцов. Она искала себе пару. Она добывала себе пропитание. Но так никого не находилось. И в какой-то из дней налетел суховей, буря песчаная, которая просто сломала. Дерево было сухое. Она его сломала, растращила и разбила гнездо. Птица полетела, куда глаза глядят, вообще в никуда. Умывалась слезами и летела сквозь пелену вот этих слез. Наобук. Ну, летела долго. Кляла всеми словами, которые знала этот суховей. Но прилетела в Азис. И там нашла пару. Там нашла воду. Там нашла пропитание. Там свила гнездо. И там вывела птенцов. И всю оставшуюся жизнь она молила Бога за то, что он послал здесь суховей. Понятное дело, ничего хорошего в том, что вы утратили. Вообще нет. Ну, прям вообще нет. Особенно в этом абсолютно бесчеловечном и геноцидном варианте. Но люди в мире переживали и большее. Намного большее, чем переживаем сейчас мы. Просто распределилась боль неравномерно. Это правда. И боль переживаемая эмоционально, и боль переживаемая физически, это разные боли. Но это не значит, что вы это не переживете. Вы переживете. И кого-то это растращит. Растращит. А кого-то, ну, сомнет. А кого-то сделает сильнее. Еще раз. Это все преображает. Вопрос не в том, с какой проблемой вы столкнулись. А вопрос в том, как вы среагировали на то, с чем вы столкнулись. Нет никакой трагедии бесконечной, пока вы дышите.